всем привет в третьей части по сборке лазерного маркера будем рассматривать все что связано с организации правильного питания начнем с самого начала это бытовая сеть откуда собственно будем гасить помехи специальным вот таким фильтром на 220 230 вольт данный фильтр учитывайте помимо напряжение частоты и есть еще такой параметр как ток в принципе они есть и на 3 ампера и на 10 амперу и еще сильнее но на мой взгляд даже 3 ампера станку не вытянуть получается с нормальным бытовым напряжением это нагрузка порядка 700 800 ватт но на 10 ампер это уже почти два с половиной киловатта что хватит за головой на фильтр и ясно указано куда подается линия питания и куда подключается нагрузка фильтр выпускается с двумя видами коммутации 1 это с возможностью запаять надежного как в нашем случае второй способ более практичные тут можно соединять разъединять провода крепится с помощью гаек после фильтра переменное напряжение нам нужно преобразовать в постоянное для этого существуют различного рода вы приметили блоки питания номиналов напряжения нужно как минимум 3 а лучше всего поставить как минимум 45 разных напряжения например такой блок питания мощностью 200 ватт и с постоянным напряжением 24 вольт можно использовать для питания волоконного лазерного источника с выходной мощностью до 20 ватт но лучше все же делать и не впритык а примерно запасом на 30-40 процент поэтому оптимальным будет использование для источника лазера это примерно 320 350 ватт блока питания мощности от большой мощности преобразователя расход энергии особо не поменяется а вот сам блок питания будет меньше нагружаться меньше нагреваться соответственно учитывая что таких преобразователей и других органов управления в станке немало то правильный подбор повесит надежность и долговечность станка в целом на станок можно задействовать три шаговых двигателя первое основное это для поворотной оси второй это ленточный конвейер и третье это авто позиционирование по высоте для этого тоже лучше поставить отдельный свой блок питания и выбирать надо исходя из параметров шагового двигателя и возможности драйвера от 12 до 48 вольт постоянного напряжения шаговый двигатель имеет зависимость крутящего момента от скорости вращения чем выше скорость тем соответственно меньше крутящего момента а если подобрать слишком низкое напряжение и малое значение тока то даже без нагрузки шаговый двигатель может уходить в резонанс и это ошибки пропуске шагов и испорченная заготовка если выставить максимально допустимое напряжение и максимум тока то резко увеличивается крутящий момент мощность увеличивается лишний расход энергии и двигатель начинает сильно перегреваться соответственно выйти из строя может гораздо быстрее поэтому лучше выбрать оптимальное значение двигатель и драйвер лучше конечно брать оригинальное поскольку от их качество зависит и точность перемещения и точность позиционирования и в целом качество конечного изделия теперь разобрали два напряжения первое это для источника лазера 24 вольт и для двигателей будем ставить 36 вольт постоянного напряжения третий блок питания это всего 5 вольт постоянного напряжения чтобы запитать основную плату управления станком мощность будем ставить на 75 ватт это более чем достаточно подробное видео про этот блок управления у нас есть отдельный видеоролик на канале кому интересно можете переходить вот по этой ссылке 4 блок питания с постоянным напряжением в 15 вольт имеет сразу два канала силой тока по 2 ампера два раздельных канала для независимого управления зеркалами гальво сканера этот блок питания в большинстве случаев идет в комплекте самой головой сканера отдельное подробное видео про гальво сканер есть у нас ролик на канале кому интересно можете перейти по ссылке 5 блок питания можно ставить либо обойтись просто высоким напряжением это для принудительной вентиляции корпуса есть такой один надежный способ так сказать проверенный временем к примеру взять обычный компьютерный блок питания блока таких железок сейчас полно и этот блок питания сможет обеспечить два раздельных канала то есть для обеспечения основного блока управления станком питания и управления всеми вентиляторами это будет с хорошим большим запасом и можно приделать кучу разных термодатчиков регуляторов и так далее преимущество данного блока в том что уже встроено большинство защит есть и готовый разъем для подключения сетевого кабеля возможность установки сразу кнопки включения без всяких заморочек реле и так далее ну и самое главное это их доступность покажу еще один такой интересный способ на случай если у кого завалялся мощный блок питания для обеспечения самого лазерного источника питанием но на самом блоке имеется напряжение не 24 вольта как требуется для нормальной работы а 27 вольт 36 или другие нестандартные значения напряжения но нет возможности регулировки как раз для такого случая есть вот такой замечательный продукт в котором как раз таки реализованы два три даже несколько других способов реализации правильного питания данном приборе есть возможность выбора стабилизации тока то есть прибор будет режиме работы поддержания определенного значения тока есть другой более важные в нашем случае это стабилизации по напряжению независимо от того какой идет на входе напряжения на выходе будет обеспечивать защитой напряжение 24 вольта разумеется если все правильно настроить не зря сказал если правильно настроить потому что в данном приборе есть огромные возможности регулировки работы данного прибора в том числе и под автоматизацию под конкретные задачи этот блок имеет совершенные возможности и очень много функций поэтому про него посвятим отдельный ролик будет все подробно рассказано что как настраивать куда что подключать хотя этот 10 10 преобразователь покупался для создания мощного блока питания но вполне возможно и найдется для него место самую ответственную работу на нашем станке для станка этот пульт может быть и не представляет такой ценности но очень полезная штука для дистанционного управления тавруцкая то можно взять и без пульта дистанционного управления все возможности программирования на самом корпусе преобразователя но чем она хороша нет необходимости подводить ему дополнительное питание то есть беседесе она преобразует из постоянного напряжения выбранное значение постоянного напряжения следующий обзор уже будет по сборке станка и соответственно проведем первый запуск спасибо за просмотр